Встреча главы города Анатолия Пахомова с делегацией ЮАР не первая. В 2016 году наш город передавал этой республике флаг всемирных хоровых игр. И они проводились там в 2018 году, когда Сочи встречал чемпионат мира по футболу. Но африканцы имеют футбольную историю. Мундиаль у них был в 2010 году. Южноафриканская республика очень заинтересована в развитии связей с Российской Федерацией. У нас история долгого сотрудничества и добрых отношений на политическом уровне. Сейчас наше посольство активно развивает поиск возможностей для экономического, культурного, туристического и экологического сотрудничества. У России широкий спектр возможностей для партнерства. И мы хотели бы установить побратимские связи между городом Дурбан и Сочи. Делегации из ЮАР на российском инвестиционном форуме планируют обсудить с властями региона двустороннее сотрудничество между Краснодарским краем и провинцием Квазула-Наталь. Сочи их заинтересовал в первую очередь. В отличие от моих коллег, я первый раз в Сочи и поражена красотой. Это очень красивый город. Мы остановились не в центральной части, а в горной. И там увидели снег. Он в ЮАР в горах раз в году бывает, то быстро тает. А у вас лежит дольше, и мы наблюдаем сейчас на поляне лыжников. Это для нас приятный сюрприз. Сегодня гости из ЮАР отдыхают, а уже завтра будут подписывать контракты в области торговли, инвестиций, налаживать социально-экономическое сотрудничество. Я уверен в том, что, конечно, мы вместе отработаем те мероприятия, которые позволят нам найти интерес между собой. И в первую очередь мы город туристический, поэтому самый главный наш результат должен быть действительно налажен в туристической отрасли, в туристической деятельности. В завершении встречи обе страны обменялись памятными подарками, а глава города получил приглашение посетить Южноафриканскую республику для подписания договора о партнерских отношениях между двумя курортными городами России и ЮАР.